Митрополит Симбирский, Новоспасский Феофан и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов провели рабочее совещание. В ходе встречи первые лица региона обсудили вопросы завершения строительства Спаса Вознесенского собора, совместные планы по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и многое другое. С подробностями Елена Гончарова. За круглым столом в храмовом комплексе нового Спаса Вознесенского кафедрального собора духовенство Симбирской митрополии, первые лица правительства области и представители общественных организаций. Главный вопрос повестки – нравственное воспитание молодежи. Ей необходимо вернуть правильные ориентиры, без духовной основы, возродить Святую Русь невозможно. В этом мнении сошлись все присутствующие. Нравственные ценности должны стать стержнем образовательного процесса, подчеркнул глава митрополии. В регионе необходимо создать православные детские сады, гимназии и духовную семинарию. Семинария очень важна для кадровой подготовки. Говорят, ну вы посылайте в другую семинарию. Ну и что? Другое они формируют, может быть, под себя. А мы, у нас тоже есть своя специфика. Ну и вообще, почему мы должны куда-то посылать? Ведь мы здесь в состоянии тоже. И, во-вторых, это база для диалога молодежи различных направлений. Светская высшая школа и духовная школа. Следующий вопрос – монастыри. В Сурском районе на Николиной горе уже начали реконструкцию исторического здания дома купчих Соколовых. С него начнет свою жизнь свято-никольская мужская обитель. В самом Ульяновске на днях уже начал действовать князь Владимирский мужской монастырь в Заволжье. В центре города возродят Спасский женский монастырь. Губернатор области Сергей Морозов пообещал всевозможную поддержку инициативам митрополита Феофана со стороны правительства. Залогом успеха в совместной работе станет договор о сотрудничестве. То есть проект соглашения должен быть, если хотите, образцовым показателем для всей страны. Таких соглашений подошел еще практически нигде, сегодня нет. Вы только думайте, мы закрыли постсоветскую страницу жизни России. Начинается новая страница. И от нас зависит от этого ее напишет. В документ войдут планы по завершению строительства Спаса-Вознесенского кафедрального собора Ульяновска. В день его официального открытия Симбирскую землю планирует посетить святейший патриарх Кирилл. Также в договоре дальнейшее благоустройство парка возрождения духовности, его продлят до берега реки Свияги. А еще создание целой сети православных СМИ в регионе. Теле, радиопередач, система интернет-изданий. Финансовую и административную поддержку со стороны правительства получит газета «Православный Симбирск». Появится в губернии своя православная библиотека. Елена Гончарова, Светогор Богданов, Симбирская метрополия.